Тополиный пух, жара, июль. Наука для всех. Будет ли крайний месяц лета жарким и знойным? Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Алина Красильникова. Казанский федеральный университет вошел в топ-3 университетов за пределами Москвы и Санкт-Петербурга по количеству поданных заявлений. На программы бакалавриата и специалитета очной и очно-заочной формы обучения в рамках бюджета Российской Федерации в Казанский федеральный университет подано 86 518 заявлений от 22 877 абитуриентов. В конкурсной процедуре допущено 72 488 заявлений. По данным Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, с начала приемной кампании абитуриенты подали в российские вузы 6 320 288 заявлений на очную форму обучения. На дворе лето и снова аллергия. Какая она сезонная аллергия и как ей противостоять смотрите далее. Лето преподносит нам достаточно поводов для того, чтобы задуматься об аллергии. Солнце, растения, цветения, насекомые и многое другое. Кашель, чихание, зуд в носу и глазах, постоянный насморк и недомогание. Не самая приятная часть теплого времени года, если вы аллергик и страдаете полинозом. Раздражающие факторы повсюду, особенно в ветреные и солнечные дни. И на улицу выходить крайне сложно. Два вида аллергических заболеваний, характерных для летнего периода. Первый – это аллергия на пыльцу растений. Летний период связан с аллергией на пыльцу луговых трав. Это самые обычные травы, которые окружают нас. Гмятник, овсянец, райграз, тимофеевка. То, что растет на газонах, то, что растет в лугах, в полях. Культурные длаки, кстати, тоже. Рожь, пшеница, овес. Второй вот аллергия, характерный для лета – это аллергии на ужаривание насекомых. Пчелы, осы, шершни. Период их активной жизнедеятельности летом. Наверное, каждый человек, страдающий непереносимостью к тем или иным природным явлениям, хотя бы раз задавался вопросом – аллергия – это наследственная или все же приобретенная болезнь? По словам профессора Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Рустема Фассахова, развитию полинозы способствует оба из вышеописанных критериев. Аллергия – это заболевание, которому наследуется предрасположенность. Если родители болеют аллергией, это не значит, что 100% их дети будут страдать аллергией тоже. Но если один из родителей болен, вероятность составляет около 40%, если оба уже 60%. А заболеть, не заболеть, зависит в том числе от условий окружающей среды. Если с симптомами и возникновением аллергии все более-менее ясно, то вопрос облегчения физического состояния в летний период актуален всегда. На сегодняшний день в каждой аптеке населенного пункта представлены лекарства, доступные как без рецепта, так и по рецепту, чтобы помочь уменьшить страдания в сезон. Но надо понимать, что правильно подбирать их стоит совместно с врачом и начинать принимать заранее, еще до начала аллергии. Также, помимо медикаментозного лечения, ученые выделяют еще способы борьбы с этой болезнью. При сезонной аллергии есть такой способ лечения, как просто поменять регион на сезон цветения, то есть уехать либо туда, где эти растения вообще не растут, не цветут, либо там, где они уже отцвели, либо еще не отцвели. На сегодня есть возможность больным с сезонной аллергией посмотреть, есть ли пыльца, их аллергенные пыльца в воздухе, в том месте регионе, куда они собираются, и сколько ее там. Оставлять без внимания сезонную аллергию никак нельзя. Весной, зимой, летом и осенью аллергию нужно диагностировать и лечить. Обязательно обращайтесь к специалисту, иначе список триггеров может вырасти, и аллергия будет преследовать вас круглый год. Карина Саяхова, Универньюс. Наука, наука, наука. Канал, где просто и доступно рассказывают об успехах российской и мировой науки. О каких достижениях Казанского федерального университета узнала редакция телеканала, далее в сюжете Алины Красильниковой. Телеканал «Наука» посетил Казанский федеральный университет. В рамках ознакомительного визита, приуроченного к объявленному в России десятилетию науки и технологий, журналисты и продюсеры канала «Науки» познакомились с учеными и активными студентами вуза, лидерами научной среды Казанского университета. Институты фундаментальной медицины и биологии, химический институт имени Бутлерова, институты физики, геологии и нефтегазовых технологий представили участникам делегации новейшие разработки и исследования научно-технологических лабораторий вуза, рассказали о российских и международных проектах. Сотрудники телеканала посетили мультимедийную студию «Лекторий», совместный проект Казанского университета и российского общества «Знания», направленное на популяризацию науки и собственный телеканал вуза «Универ-ТВ». Моим лично главным впечатлением был симуляционный блок. Это просто, наверное, всех, кто не видел, это прям поражает и производит глубокое впечатление. Очень интересные медицинские прикладные технологии, конечно, тоже прям очень приятное впечатление. И мне кажется, что для наших фильмов очень много интересных тем о таких прогрессивных вещах и ваших достижениях. По результатам первого дня визита состоялся «Круглый стол», посвященный всестороннему сотрудничеству и развитию общих научных проектов Казанского федерального университета и телеканала «Наука». Участники «Круглого стола», исполняющие обязанности ректора Дмитрия Таюрский, руководители институтов, представители ассоциаций молодых ученых и научно-преподавательского состава Казанского федерального университета. Также 1 июля в шоуруме медиа-центра Казанского федерального университета прошла открытая авторская лекция от научного редактора телеканала «Наука» Ивана Семенова. Он выступал на тему «Научные итоги второго десятилетия 21 века и вызовы третьего десятилетия». Передовая наука, она отодвинулась так далеко вперед, что это уже не то, что мы слышали в школе, и даже не то, чем у нас учили, ну, по крайней мере, нас, вот уже людей, так сказать, не молодых, учили в университетах, потому что это все очень сильно ушло вперед. И это некоторый вызов популяризаторам, вот нам в том числе, что нам нужно как-то учиться это понимать. По итогам визита стороны договорились о проработке вопросов реализации совместных исследовательских программ. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Старший научный сотрудник научной инновационной лаборатории «Внутрипластовое горение Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Фердаф Салиев» стал победителем конкурса Российского научного фонда проведения инициативных исследований молодыми учеными президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе и молодыми. Проект «Католическое преобразование высокомолекулярных компонентов тяжелых нефти на стадии добычи, обеспечивающий повышение коэффициента нефтеизлечения и консервацию тяжелых металлов радионуклидов в пластовой системе», рассчитанный на 2022-2023 года, будет получать ежегодное финансирование в полтора миллиона рублей. Молодой специалист является одним из разработчиков, создаваемых КФУ внутри пластовых катализаторов. В апреле в Казани с размахом отметили 30-летие дипломатических отношений между Туркменистаном и Россией. Подробнее о мероприятии смотрите в нашем сюжете. 4 апреля в Доме дружбы народов Татарстана состоялся торжественный концерт, переуроченный к 30-летию становления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Туркменистаном. Генеральное консульство Туркменистана в городе Казань совместно с Институтом международных отношений Казанского федерального университета провело масштабное культурное мероприятие, гостями которого стали представители правительственных органов, а также обучающиеся иностранные туркменские студенты. Мероприятие это не первое и не крайнее. Впереди у нас большая программа совместная, об этом господин консул. Я думаю и сегодня, и я смогу свое выступление отметить. Наше отношение очень позитивное и речь шла именно о проработанности каждого мероприятия, которое носит не только образовательный эффект, не только научный, но и общественный резонанс. Мероприятие началось с приветственного слова Риммы Ратниковой. Депутат Госсовета Республики Татарстан зачитала поздравления от имени председателя Государственного Совета Республики Татарстан Фарида Мухаммедшина. От имени депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, Совета Ассамблеи Народов Татарстана и от себя лично горячо и сердечно поздравляю с 30-летием установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Туркменистаном. Также с торжественной речью выступили представители Министерства иностранных дел России в городе Казани Радик Вахитов, директор Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиль Хайруддинов, а также генеральный консул Туркменистана в Казани Атадур Дыбайрамов. Глубоко уважаемый президентом Туркменистана уделяет важное значение дальнейшему развитию и укреплению стратегического партнерства по всем трем направлениям политико-дипломатическому, торгово-экономическому и культурно-гуманитарному. На мероприятии, помимо официальной части, была представлена концертная программа, в которой осветили номера туркменской, русской, татарстанской и других культур. Также гостям торжества удалось ознакомиться с национальными музыкальными инструментами и книгами, которые посвящены богатым традициям Туркменистана. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. Последний месяц лета уже близко. Каким же он будет, рассказал эксперт Казанского федерального университета. Погода в России постоянно меняется. Несмотря на долгосрочные прогнозы синоптиков, предсказать гидрометеорологические явления очень сложно. По сравнению с прошлогодними данными, лето 2022 года выше нормы температурного режима. Россияне переживают небольшие качели. Жаркая погода сменяется периодами похолодания. Важно отметить, что июль, конечно, оказался выше климатической нормы. Примерно на 1 градус. Средняя температура июля 2022 года оказалась равна значению 21,5 градуса Цельсия. При том, что в норме это 20,5 градусов. Июнь, наоборот, не баловал теплом. Он оказался прохладнее климатической нормы. Именно поэтому несколько сместился и купальный сезон. То есть так, например, вода в Волге, в Казанке прогрелась некоторым опозданием. Избыток тепла не всегда благо для купального сезона. Так как при прогреве воды начинается активность синезеленых водорослей. И водоемы начинают свисти. В этом году этот процесс стартовал раньше обычного. Это тенденция, связанная с глобальным изменением климата. Это явление не повсеместное. И зависит от ряда факторов, в том числе от температуры. Если мы говорим про какие-то закрытые водоемы, то есть это различные озера, конечно, там процесс стартует. И, в общем-то, он может продолжаться до конца лета. Если мы говорим про участки Волги, которые находятся в основном русле, то в ряде районов это цветение уже завершено. И течением, в общем-то, произошел обмен воды. И сейчас вода вполне пригодная для купания и не цветет. Согласно долгосрочным прогнозам гидрометцентра Российской Федерации, август обещает быть близким к климатической норме по температуре. Это в среднем 18,5 градусов. А также по актуальным данным, сентябрь будет чуть выше обычного температурного режима. Приблизительно 15 градусов. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюс. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!